всем привет дорогие друзья продолжаем разоблачать различных персон которые поддерживают войну я уже давно хотел сделать видео про такого бойца как александр шлеменко который после 24 февраля занял правоенную позицию всячески поддерживал военные действия я знаю что меня смотрит много человек из россии которые не хотят идти воевать за дворцы яхты правящей верхушки в таком случае рекомендуем обратить внимание на такой проект как варнот который поможет вам избежать призыва или мобилизации а также позволит получить военный билет абсолютно легально вам нет смысла участвовать бессмысленной для вас войне лучше заниматься образованием и развитием чем погибать за то что замутил один нездоровый дед переходите смотрите и получайте консультацию от специалиста уже сегодня мы приступим к теме нашего видео так вот как многие знают александр шлеменко в прошлом успешный боец но после 24 февраля он вместе с другими спортсменами стал активно топить за войну это были как многочисленные посты где градус реваншизма от героя нашего видео достигал просто каких-то немыслимых значений и он так яростно поддерживал все это и гордился что он русский и конечно же были пропагандистские видосы вот один из таких вместе с бойцами из его команды я немец я русский все это выглядит как какой-то маразм ведь как например армянин или дагестанец может быть русским это как бы этнически культурно совсем разные национальности такой бред он пытался пропихнуть своей ватной аудитории она это хавала и даже писала о том какой мол хороший боец как здраво он мыслит если это получается здравое мышление то страшно представить что в головах у этих вот комментаторов то что это пропагандистский ролик я думаю ни у кого не должно быть никаких сомнений видна профессиональная съемка виден качественный монтаж и видно что все сделано по сценарию ведь как правило бойцы с таким уровнем интеллекта не могут связать и двух слов они связали аж три слова просто поразительно наверное с листочка читали потому чтобы такое бы они не запомнили никогда далее было много всего от героя нашего видео были и посты были и видосы все естественно с нотками z патриотизма но самым показательным является его интервью на канале ушатайка где шлеменко показал свой настоящий уровень интеллекта и показал что с мозгом там совсем плохо вот небольшой пример я очень много это делаю потому что мы с ними выросли это ребята с моего двора такие же как я и они гибнут там за меня понимаешь и я их поэтому пытаюсь подержать ребята гибнут не за тебя ребята гибнут за дворцы твоего хозяина и за приближенных к нему людей просто эти ребята этого не осознают и думают что воюет за правое дело а кто-то просто воюет за деньги и такого тоже немало вот только никто из них не может объяснить что значит победа в войне и какие ее критерии спросите у любого он вам не ответит также показательным являются слова относительно мобилизации вернее говоря словесный понос на этот счет боевых действиях в горячих не был только в информационных войнах на поддержке наших поэтому мне сложно сказать насчет мобилизации ну будет оно и что такого я думаю все остались кто готовы за свою страну они все здесь кто готов уже себя дать так же как и я поэтому он у меня ничего не пугает если вам бы пришла бы там условно повестка без вопросов да конечно в чем проблема да он реально топит за мобилизацию вот только сам воюет в информационных войнах знаем и таких мобилизаторов до сих пор военкомат идут тоже пришла поездка конечно сейчас военкомат поедет а другие после мобилизации приезжают как будто бы после курорта да еще и рассказывают всем как там было тяжело и что они приобщали людей к спорту это конечно же нужно мыслить очень гениально чтобы такое придумать вообще и видно что народ на это все не повелся а вот этот вот мобилизатор так почему-то за год и не мобилизировался но при этом он поддерживает войну и одобряет все те зверства которые творит его армия в чужой стране одобряет ракетные обстрелы мирных городов одобряет убийства и разрушения тоже но воюют пусть другие он-то у нас информационный воин а еще герой нашего видео крайне негативно относится к тем российским звездам которые уехали за границу якобы потому что они зарабатывают на них а сами за границей тусят мол те кто уехали за границу там ура патриоты как-то их прям там жестко кремят там и прочее 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 неправильно делаешь на суше но ты их делаете жизнь начнет такого просто не такая вот так я говорю вопросов нет их дело где жить ну хорошо тогда зачем они на нас здесь зарабатывают ну если народу нравится слушать ну а нравится ли народу мы жить слушаем и иностранную там музыку тоже ничего я последнее время стараюсь и слушать это является чистейшей воды лицемерием потому что сам шнаменка незадолго до этого интервью ныл как все ужасно и плохо что мол его учеников не выпускают на соревнования за границу всем привет хотел немного поделиться новостями связанными с нашей командой что шнаменка пойти мы нашей школой у андрея корешкова был запланирован следующий бой на 15 мая в белаторе в лондоне против пола деле был подписан контракт но к сожалению этот бой не состоится так как всем россиянам перестали давать английские визы и мы не исключение так что пока пауза не хотелось говорить про политику но политика неотъемлемо преследует нас везде вот такие вот новости это что же получается других клеймит за то что хотели выехать но сам-то почему-то был не против выехать на соревнования в качестве тренера вместе со своими подопечными естественно его ученики должны были получить деньги за участие в турнире и он тоже должен был получить деньги так как тренеру положено определенная сумма от гонорара спортсмена да и сам-то он тоже не против заработать денег на своих и даже промоушен свой замутил вот так выглядят двойные стандарты во всей красе и уж точно не ему решать кому что слушать и куда выезжать тем более учитывая в каком статусе оказалась его страна и многие деятели культуры не хотят просто быть соучастниками всего происходящего не хотят платить налоги которые идут на поддержку войны не хотят как шлеменко заниматься пропагандой продвигать спецабасрацию а хотят жить свободно в цивилизованных странах и заниматься творчеством и в этом ничего плохого нет тем более учитывая что за полтора года военных действий война ни к чему не привела а только лишь усугубило положение дел для его страны она получила рекордное количество санкций за всю историю человечества даже у северной кореи и ирана суммарно нет их в таком количестве путин получил статус военного преступника и теперь мало куда вообще сможет выехать дефицит бюджета за период января апреля составил почти три с половиной триллиона рублей проще говоря это означает что страна функционирует себе в убыток страна это как большое предприятие любое предприятие должно приносить деньги иначе она схлопнется очевидно что вечно все это продолжаться не сможет и вместо того чтобы тратить деньги из бюджета на постройку дорог школ и спортивных площадок все идет на производство ракет и выплаты военнослужащим которые воюют не в своей стране и эти ракеты выпускают по мирным городам украины а потом как ошенко в своих сводках для быдла рассказывает как они победили 100 500 чернокожих лгбт наемников нато одним высокоточным ударом вместе с ними тысячу абрамсов и столько же f-16 еще звезду смерти и звездный разрушитель в придачу это надо еще так уметь чтобы имея такое огромное окно возможностей на нефтегазовом рынке все бездарно просрать и получить статус военного преступника в нью-йорк таймс даже была статья где путин был назван самым опасным дураком в мире а нынешняя война самой бессмысленной в истории но чё нам эти нью-йорк таймс и лучше соловья посмотреть вместе со сводками как ошенкова скажут ура патриоты обычно зетовцы такой ситуации говорят что да мол деньги не главное главное победить проклятый загнивающий запад вот только у загнивающего запада процент ввп от мировой экономики составляет более 50 процентов у россии не превышает двух процентов специально взял данные от пропагандистской платформы раша тудэй чтобы меня не обвиняли в том что я придумал эту цифру на лету два процента против 50 какой западу ра патриоты собираются вообще побеждать если за год еле-еле взяли руины бахмута и при этом их изрядно потеснили на флангах которые тоже штурмовали не один месяц но зетовцы прям в эйфории находятся после всего этого как будто бы разрушенный бахмут важнее чем благополучие в их собственной стране если итогом войны за полтора года должен был быть захват этого города то тут как говорится наши полномочия все сейчас шлеменко уже не так активно кричит про поддержку войны он теперь просто делает вид что ничего не происходит и он не при делах вообще этот персонаж понимает что он явно облажался и выбрал не ту сторону и понимает что лучше было бы промолчать чем подписываться под все это но назад дороги уже нет потому что интернет помнит все как говорится что написано пером не вырубить топором и для многих он навсегда запомнится как персона которая поддержала войну и которая является соучастником всего происходящего не забывайте поддерживать видео лайками и писать в комментариях что думаете про героя нашего видео всем пока до новых встреч увидимся субтитры сделал DimaTorzok